Всем привет! Меня зовут Леся и это канал о вязании. Сегодня мы с вами в очередной раз по традиции поговорим о том, что же связать на лето. Я не думаю, что в сегодняшнем видео я вам расскажу какие-то принципиально новые мысли, но надеюсь вы почерпнете идеи, вдохновение и в первую очередь обращайте внимание именно на картинки, на визуальный ряд, потому что элементы одежды, они каждое лето примерно одни и те же, разумеется, но меняются какие-то нюансы кроя. Я надеюсь, вы найдете вдохновение и ваш крючок и спицы не будут отдыхать летом. Вообще хочется обратить ваше внимание на то, что на подиумах в этом сезоне очень благодатный период для вязальщиц, потому что очень много работ представлено как крючком, так и спицами, ну разумеется, это лето особенно триумф крючка. Если вы смотрите стилистов, которые не имеют отношения к вязанию, то вы можете очень часто услышать, как стилисты вам будут говорить, что в тренде кроше, но по сути это просто по-французски крючок, то есть по большому счету кроше это не какая-то там невероятная техника, это вязание крючком. Поэтому я поздравляю всех любительниц крючка, потому что благодатный период для вашего рукоделия. Ну и я сама, хотя в основном вяжу спицами, тоже осваиваю крючок, получаю удовольствие. На самом деле азы в крючке совсем не сложные, поэтому приглашаю даже тех, кто не любит крючок, освойте его, вы получите невероятное удовольствие, уже не говоря о том, что приятно, когда ваше хобби так востребовано. И еще один нюанс подиумов. Последние сезоны я обращаю внимание, что в летних коллекциях, в коллекциях Ризотт, например, все чаще более одеты модели. То есть раньше можно заметить, что в летних показах была откровенно летняя одежда, ну и видимо предполагалось, что на прохладные денечки можно что-то взять и там из предыдущей осенне-зимней коллекции. Но на данный момент очень много выходит и достаточно теплых вещей в летних коллекциях. Мне кажется, это замечательно, потому что, во-первых, это отражает действительность, что климат у всех разный, и летом очень часто нужно одеться и потеплее. И даже тем, где жаркий климат, все равно бывают вечера, ночи, где достаточно холодно. А теперь давайте непосредственно приступим к идее. И начнем мы с вами с кардиганов по традиции, потому что кардиган прекрасная вещь для лета, и для кого не секрет, вы можете всегда набросить на плечи этот самый кардиган. Вы можете его сделать как с пуговицами, так и без пуговиц. Если вы используете пуговицы, то пуговицы это тоже некоторый нюанс этого сезона. Обратите внимание на то, какие могут быть пуговицы. Они могут быть какие-то тематические, например, сейчас очень актуальные ракушки. Вообще, все, что касается морской темы, разного рода кораллы, например, отлично будут смотреться. И еще есть тренд на разные пуговицы. Когда пуговицы выполнены в одном стиле, какой-то мотив их объединяет, но при этом сами они разные. Это очень интересно. И кардиганы могут быть очень разные. Это зависит от материала, это зависит также от вязки. Я рекомендую попробовать длинные кардиганы. Тут, конечно, нужно быть аккуратными, чтобы этот кардиган не получился слишком тяжелый. Зимой сложнее связать такой длинный кардиган. Летом же, например, ажурный из хлопка. Это будет смотреться очень классно. Он может выглядеть как немножко пляжная накидка. Это такой более пляжный вариант. Будьте осторожны с такими пляжными вариантами в городе. Например, если эта накидка очень кружевная, например, связана с крючком, постарайтесь, чтобы все остальные элементы в вашем образе были максимально городские. Потому что если вы добавите к такой откровенно пляжной накидке еще, допустим, короткие шорты, сандали, то ваш образ будет слишком для города пляжный. Но если с такой накидкой вы наденете что-то более городское, ну, например, те же самые актуальные в этом сезоне брюки карго, которые немножко будут вводить в этот комплект тематику сафари, то вы будете в такой накидке выглядеть прекрасно. В общем, как и достаточно классические теплые кардиганы на пуговицах, так и такие более пляжные летние кружевные кардиганы. Актуальны совершенно разные вещи. Экспериментируйте с длиной. Я думаю, вы уже увидели много картинок, которые могли бы вас вдохновить. Единственное, что я хотела бы сказать, если вы хотите связать очень компактный такой кардиганчик, то есть не длинный, по фигуре, то такие кардиганы носятся на данный момент именно как джемперы. То есть если еще недавно мы их набрасывали сверху, на какой-то нижний слой, то сейчас такие тоненькие кардиганы носятся как самостоятельный джемпер. То есть они не расстегиваются, весь пуговичный ряд у вас застегнут, и вы сверху можете даже надеть какие-то брюки и заправить этот кардиган, допустим, если он не слишком объемный. А вот носить на распашку такие кардиганчики, немножечко устаревший вариант, хотя, естественно, вы можете попробовать скомбинировать так, как хотите. И мы плавно переходим к джемперам. Да, джемперы не так легко снять и надеть при смене погоды, но если вы используете подходящую пряжу, то могут быть вполне возможны и летние джемперы, особенно если они очень кружевные. Причем вы наверняка понимаете, что очень кружевной джемпер можно связать и спицами, не обязательно крючком. Обратите внимание на пряжу. Вот мне кажется, в летнем сезоне очень многое зависит от пряжи. И тут важно немножко раскрыть свои горизонты, потому что очень часто то, что продается у нас, особенно в небольших городах, как я, например, живу, в магазинах, ограничивает наш выбор летнего вязания. И я часто общаюсь с вязавщицами, могу заметить, что некоторые не любят летнее вязание, но если начинаешь раскручивать эту тему, понимаешь, что на самом деле дело в пряже. А ведь очень много интересных летних текстур. Не только хлопок и лен, но, например, также шелк, даже микрофибра, несмотря на то, что это искусственная пряжа, обладает хорошими свойствами для лета. Поэтому раскройте свои горизонты. Я не буду в этом видео делать слишком большой уклон на пряжу, но погуглите, почитайте побольше про летнюю пряжу. Думаю, я сниму отдельное видео. Итак, что касается джемперов, либо мы выбираем очень легкую пряжу, либо мы вяжем очень ажурное изделие. И такие топы, такие джемперы очень классно носить поверх, например, какого-то внутреннего слоя, внутреннего топа. Ведь многослойность, она всегда делает ваш образ более интересным, его интереснее разглядывать. Но летом это бывает сложно, да, не хочется на себя надевать множество вещей. Но если такой джемпер у вас как раз ажурный, он вас особенно не греет, даже наоборот, может создавать некоторую тень, и вам будет не так жарко. Обратите на это внимание, что во многих жарких странах, наоборот, люди как можно больше закрывают свое тело. Главное, чтобы это были натуральные ткани, чтобы, наоборот, защитить себя от солнца и создать некоторую тень. Потому что, если на улице 40 градусов, то у вас снаружи будет даже намного жарче, чем внутри вашего тела, если вы будете сохранять вашу температуру. В общем, не забываем про летние джемпера. Я вам показала сейчас множество вариантов. Ну и следующий пункт, это, конечно же, платье. Платье это главный летний элемент этого лета, особенно вязанный крючком. Многие масс-маркет бренды пытаются повторить этот тренд, но это очень сложно, потому что имитировать крючок достаточно трудно, а ручная работа, она стоит огромных денег. Поэтому в люксе вы можете увидеть такие платья, вязанные крючком. Либо же вам повезло, и вы свяжете сами. Это супер востребовано, очень актуально. Главное, конечно, подобрать правильно фасон. Поэтому обратите внимание на те картинки, которые я вам показываю. В масс-маркете бренды пытаются как-то сделать иллюзию крючка с помощью перфорации, сверху вышивки. Я как-то в своем влоге показывала, как они это изображают, какие-то там дырочки. Что издалека, это несколько напоминает крючок. Но мы-то с вами понимаем, что это далеко не одно и то же. И такое платье очень ценится. Поэтому если вы вяжете на продажу, если вы вяжете на заказ, то вы можете вдохновиться подиумными вариантами. И будьте уверены, что эти платья сейчас очень актуальны. Причем они могут быть очень разные. Беспроигрышный вариант, это естественно очень минималистичное платье. Если оно плюс-минус либо прямое, либо немножко приталенное, но не в обтяжку. Желательно, чтобы оно было не короткое. Потому что с короткой длиной в данном сезоне сложно работать, сложно стилизовать. В основном вы можете заметить, что такие платья актуальны именно длинные. Чем длиннее, тем лучше, тем богаче смотрится такое платье. Что касается стилистики. Уходите либо в натуральный стиль, либо в стиль боха. В такой стилистике это платье будет смотреться максимально выигрышно. А для этого нужно использовать немножечко приглушенные цвета. Даже если они яркие, не нужно бояться естественно ярких цветов, но используйте немножко приглушенный оттенок. Для вдохновения вы можете посмотреть, как выглядят палитры брендов дорогой пряжи. Вы всегда можете заметить, что например в очень бюджетной пряже там оттенки часто бывают, вот просто как в акварельке, когда вы открываете чистые, простые цвета. И они, кстати, мало кому идут. То есть не каждая внешность такой цвет вытянет. Если же вы посмотрите палетку цветов более дорогой пряжи, вы заметите, что там всегда есть какой-то нюанс. Она всегда более сложная. И вот как раз я рекомендую для натурального стиля, для стиля Боха в вязаных платьях использовать более натуральные оттенки. Это будет, кстати, касаться не только этих платьев, а вообще в принципе всего вязания на лето. В преимуществе натуральные оттенки, все бежевые, все коричневые, даже если они яркие, то немножко приглушенные. Конечно же можете использовать и супер вырви глаз, но с ними очень сложно. Вот правда, не так много примеров, и мало кто может вытягивать и носить такую вещь хорошо. Если у вас гардероб не супер модницы, такой среднестатистической, какие-то там джинсики, футболочки, то я бы не рекомендовала играться такими опасными сочетаниями. Еще в вариантах платьев, сарафанов, какой есть момент, популярны этнические мотивы. Наши такие традиционные, привыкшие бабушкинские квадраты, связанные крючком, стильным контрастом, например, черного, красного цвета, желтого. У Dolce & Gabbana было много таких платьев. Но опять же, здесь нужно быть очень аккуратным, стилистически, потому что если такое платье, например, не очень хорошо играет с вашей внешностью, например, если у вас очень сочная фигура, такое платье еще придаст вам, во-первых, лишний объем, и во-вторых, стилистически будет вас портить. Поэтому беспроигрышный вариант. Это минималистичные платья, а для таких экстравагантных нужно уметь подбирать костюм, и, например, уходить в драматический стиль, тогда уже на выход, на вечер надеть такое кружевное, красное с черным платьем, и добавить какими-то аксессуарами, уже драматическими, не сандаликами. И что касается таких платьев, опять же, очень важный момент, не забывайте под подклад, потому что чаще всего такие платья, они прозрачные, и либо эта прозрачность, она утрированная, и такое платье вообще носится сверху на другую одежду, даже на брюки, например, у вас там топы брюки, или топы джинсы, и вы сверху надеваете такое абсолютно прозрачное кружевное платье. Либо же, если это платье предполагается носить именно как платье, то здесь необходим подклад. Такой подклад вы можете и сами сшить, и в ателье просто за копейки, потому что там пару боковых швов до бретельки, ничего особенного. Либо вы можете заказать нечто подобное, на китайских сайтах, на Алиэкспресс, такой подъюбник, самого простого материала. Это будет стоить вам копейки, буквально там пару сотен рублей. Если вы хотите побольше посмотреть про платье, то я оставлю внизу ссылки на видео, которое посвящено полностью вязаным платьям, и вы сможете там подчеркнуть много вдохновения. Следующее, о чем я хочу сказать, это юбки. В юбках практически все то же самое, что касается платьев, можно отметить. Единственное, что хочу сказать, вязаные юбки сейчас менее популярны, чем вязаные платья. Поэтому, если вы задумываетесь, что связать первое или второе, то я бы все-таки рекомендовала связать вязаное платье. Но, несмотря на то, что вязаные юбки, это не супер-мега-тренд, они также актуальны, но все принципы, которые к ним относятся, они точно такие же, которые я только что назвала к платьям, поэтому не буду повторяться. Но, опять же, у меня отдельно по юбкам есть видео, там, правда, не только летние юбки, там, в принципе, все юбки. И я оставлю все видео дублирующие, которые могут вас обогатить и вдохновить. Тоже все внизу будет в описании. Смотрите внимательно. Далее поговорим с вами про топы. И здесь огромное разнообразие тоже стилистических вариантов топов. Вязаные топы сейчас в моде точно так же, как спицами, так крючком. Особенно актуальные топы бандо, да, то есть, когда нет бретелек. Да, немножко сложно такой топ носить, особенно если у вас большая грудь, да, вам придется заморочиться с нижним бельем. И рекомендуется такие топы носить, если вы в городе, а не на пляже, то сверху с каким-то слоем, который бы немножко прикрывал ваше тело. И этот топ, он бы немножко только вглядывал, да. Например, там может быть какая-то джинсовка или длинный жакет или тот же самый кардиган, да. То есть, продумать вот этот момент. Иначе в городе даже летом это будет смотреться неуместно и слишком открыто. Есть также другие варианты топов. Это разного рода маечки, опять же, хлопок, бамбук, шелк. Огромное разнообразие. И даже если они будут выглядеть как теплые, они будут очень приятные к телу. И вам будет в них совершенно не жарко. Наоборот, намного более приятно, чем в какой-нибудь очень тонкой, прозрачной, но синтетической кофточке, да, в которой вы спреете. Эти топы, опять же, могут быть всевозможные по стилистике, как минималистичные, натуральные, как очень женственные, романтические, с какими-то рюшами. Но при этом с рюшами нужно быть осторожным, потому что рюши, рюшам рознь. А сейчас вот самый пик на рюши немножко поутих. Поэтому, если вы используете рюши, то, например, старайтесь, чтобы они были такие более каркасные, декоративные, тогда уходили немножко, опять же, в какую-то драму, потому что на данный момент рюши не на самом пике. А вот, например, топы на широких бретелях очень актуальны, какие-то, опять же, крючком. Ну, вы можете посмотреть те модели, которые я представила вам визуально в ряду. Далее скажу немножечко про повязки. Летом бывает так, что хочется соорудить в себя на голове какую-то повязку. По большей степени это прерогатива, конечно, межсезонья, весны, осенью. Поэтому отдельно мы поговорим с вами про повязки осенью обязательно. На данный момент хочу лишь сказать, что повязки, которые немножко в виде тюрбана, которые связаны, например, из хлопка, они могут защитить вас от солнца и от ветра. И частенько бывает так, что, например, где-то на побережье или у вас, если морская прогулка, то в целом может быть жарко, но при этом ветер и можно продуть свои уши. Поэтому многие варианты летних повязок, они актуальны и повязка прекрасно будет сочетаться с вашим летним стилем. Раз уж заговорили про головные уборы, проговорим и про шляпы. В шляпах, как всегда, царится пряж любой. Это рафия. Поэтому, если вы никогда не вязали из рафии, обратите на нее внимание. Можете заказать в первый раз что-то недорогое, чтобы попробовать. И из рафии прекрасные получаются шляпы. Вы получите удовольствие, если попробуете вязать. Но даже если из рафии вы вязать не хотите, вы можете попробовать хлопок или какие-то другие материалы, которые хорошо держат форму. Также есть разного рода лайфхаки из разряда ввязывать какой-то каркас или использовать клей. Но это уже технические моменты. В любом случае, вязаные шляпы, они актуальны и их интересно вязать. Дальше пару слов скажу о купальниках. Вязанный купальник по-прежнему в тренде. Нужно угадать со стилистикой этого купальника. И те же правила, которые существуют сейчас в принципе для купальников актуальных, они актуальны и для вязаных купальников. То есть, например, это могут быть купальники с закрытыми плечами, с рукавами. Это могут быть купальники в основном слитные. То есть, сейчас огромная мода на слитные купальники. Но поскольку я лично сама в купальниках вязаных не профессионал, я не особенно их вяжу. Только до ребенка могу попробовать. Поэтому больше я вам про технические моменты не расскажу. Могу предоставить только некоторые картинки. Далее сумки. Про сумки совсем недавно у меня было подробное видео, где я рассказывала все подробности про вязаные сумки этого лета. До этого я снимала видео просто о вязаных сумках. Поэтому все ссылки будут опять же внизу в описании. Просто хочу сказать, что вязаные сумки это просто супер-мега-тренд. Огромная вариация пряжи. Вы можете достаточно и с толстой связать себе такую сумку, что-то наподобие представленного в Манго или в Зара. Вы будете супер-мега в тренде. При этом потратите буквально пару вечеров на такую сумку. Вы можете использовать ее как отдельную сумку или как авоську носить в сумке на всякий случай в своей основной сумке. Также очень выигрышно смотрится сочетание нескольких сумок в одном образе. Если одна из этих сумок вязаная. Это смотрится очень классно. Например, какая-то у вас одна длинная сумка вязаная через плечо, которое вы используете как пакет. Особенно если вы молодая мама, вы можете положить туда всю детскую утварь, вместо того, чтобы реально носить с собой какой-то пакет или носить с собой сумку от коляски. И рядом будет уже ваша дамская сумочка. Они будут прекрасно вместе сочетаться. Еще хочется обратить внимание на вязанные украшения. Мы о них говорим не так часто, потому что, конечно, чтобы их вязать нужно особенное мастерство, тонкая работа, кропотливая. Чаще всего украшения вяжутся очень тонким крючком из тонких ниток. Но поскольку сейчас есть такой бум и тренд на крючок, если вы любите вязать украшения, то опять же можете проявить себя. Но хочется отметить, что в украшениях очень внимательно нужно быть с цветами и с тем, чтобы не перейти на кич. Чем более минималистичны будут ваши украшения, тем вероятнее они будут актуальны. Старайтесь придерживаться природной тематики, если вы не очень уверены в своих дизайнерских способностях. Ну и напоследок круглый год вы можете вязать что-либо для интерьера. По поводу интерьеров у меня тоже есть отдельные видео, на них я укажу ссылки. Это разного рода потушки, пледы, ковры, например, очень хорошо украсит интерьер. Опять же сейчас идет особенное внимание к ручной работе и их можно вязать в любое время года. Я очень надеюсь, что это видео было для вас интересным. Возможно вы вспомнили, что давно хотели что-то вязать из этого списка. Возможно какие-то картинки вас вдохновили. Я буду очень рада, если видео оказалось для вас полезным. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, там мы встречаемся с вами намного эфира. А я благодарю вас за внимание и с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры 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 Субтитры